Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня я сделаю просто неимоверное. Я заставлю себя выйти на Т95 из ангара. Ребят, я вам скажу откровенно. Я на основе данный танчик прошел тупо за свободку. Я играл на своих доп аккаунтах. На одном из них выкачивал эту ветку. И честно говоря, когда я поиграл с десяток другой боев на Т95, я просто, блин, хотел себе, я не знаю, там, либо пальцы сломать, либо глаза себе чем-то там ложками подоставать, либо пойти, не знаю, где-нибудь там втихую повеситься в шкафу. Но, ребят, короче говоря, вот Т95 это вот просто, ну, сущий ад был для меня. Вот говорю так, как есть. Единственная причина, по которой я сейчас буду это делать, это потому что несколько ребят-подписчиков, которые давно на канале, давно уже меня просили сделать обзор на Т95. Я не знаю, что плохого я вам, ребят, сделал, но раз просите, ну, придется уважить. Вообще, честно говоря, когда я читал ваши комменты, гол Т95, запили обзорчик там и так далее, ребят, я вот читаю одно, а в голове у меня проскакивает мысль приблизительно такая. Да слушай, давай еще сходим к стоматологу и полезем в зубы без анестезии. Вот серьезно, ребят, вот такое у меня отношение к вот этому Т95. Это же можно двинуться просто от того, насколько унылая машина в бою. Брони тут, ребят, вот прям хоть попкой жуй. Действительно, брони у танчика хватает. Он бронированный, зараза, практически везде. Разобрать его можно плюс-минус какие-то места сбоку, ну и с кормы, если к нему заехать. Если же он стоит к вам вот так вот, блин, что-то в нем выцелить практически нереально на его левеле. Да и для десяток, честно говоря, это тоже довольно-таки существенная преграда в бою, когда вот мордой к морду к нему сходишься. Теперь давайте будем говорить о характеристиках. Я не могу обойти вопрос орудия, безусловно. По орудию, ребят, девятый уровень на стоковом орудии 198 миллиметров пробития. Просто ни о чем. Вот вообще ни о чем. То есть просто надо, необходимо, я бы даже сказал, вообще жизненно необходимо играть исключительно на подкалиберах. То есть сугубо голдой. Тогда еще хоть как-то 245 миллиметров пробития. Средний урон при этом 310. Тоже для девятки, согласитесь, практически ни о чем. Время перезарядки хорошее, вопросов нет. Но толку от него, если вы пробить особо никого не можете. Ну, короче, машина типа такая, знаете, заехать на линию ЛТСТ и стоять просто мордой лица к ним непробиваемым. Время сведения разброс нормальное, вопросов нет. При этом ДПМ составляет 2722. Ребят, ну это идеальный ДПМ, это не с вот таким вот пробитием. Это если вы с таким пробитием умудритесь в течение минуты тупо каждый шот свой, как только перезарядились, отбрасывать с пробитием. А это очень сложно. Углы склонения вниз минус 5. То есть машина предназначена исключительно для игры на ровных поверхностях. Больше сказать нечего. Хотите посмотреть на двигатель? Не обращали внимания? Да блин, тут оборжаться можно. Давайте так. Я вот это даже смотреть не буду, мне достаточно вот это. Средняя скорость движения танка 2 км в час. Два! Он что, блин, на месте стоит и двигается только потому, что кора земли передвигается под ним или что? То есть, ну вот, каким образом он делает 2 км в час? Что это за цифра вообще, блин? Кто придумал 2 км в час поставить на машину в игре? Вот, ну вот, скажите мне, блин, и тогда, я не знаю, может успокоить. Можно взять себе двигатель получше. Вы можете сделать себе 14 км. Окей, хорошо, 14 км в час это уже хотя бы о чем-то, уже хоть как-то. Я даже не открывал дальше пихло на 18 км в час, потому что, ну, 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 блин. Ну, короче, ладно, отбрасываем вопросы двигателей. Давайте теперь про пушки вернемся. Одна пушка такая, вторая типа лучше. Увеличивается ДПМ. Падает при этом перезарядка. Ну, окей, еще терпимо падает. Все хорошо. Время сведения тоже. Но, как бы, становится хуже. Но, согласитесь, еще и значительно хуже. Почему говорю но? Но потому что здесь увеличивается пробитие до 248. А подкалиберы уже пробивают 297. То есть, но довольно-таки существенное в данном разрезе и в разрезе среднего урона. Я сейчас зайду в бой на вот прям совсем базе. Ну, то есть на том, что вы получаете, когда открываете Т95. Вы, кстати, обращали, ребят, внимание, что Т95 очень редко встречается в боях. Я уверен просто на, не знаю, на 200, на 250 процентов, что все проходят его за свободку. Потому что то, что он собой представляет, это просто самобичевание какое-то. По-другому я это назвать не могу. Поэтому сейчас я вот иду к стоматологу делать свои зубы без анестезии. По-другому я свои ощущения от выгона данной машины из ангара назвать не могу. И скажу откровенно, как только я засниму обзор на данную машинку, я ее сразу продам. Она мне не нужна, вот абсолютно не нужна. Она настолько оскому вызывает, что, в принципе, ну, я ее даже видеть не хочу. Просто когда пролистываю список своих транспортных средств ангара. Ну, короче говоря, сейчас даже не знаю, что делать. Смотрите, 2 километра в час. Поехали. Вот это мы едем. Вот, вот, вот какое направление себе взять, скажите мне, пожалуйста, куда поехать надо на нем? Ну, а на нем вообще можно ездить? Вот, вот, ну вот как? И вот, представляете, вы себе открываете машину, да, такие, а у вас свободки нет. А вы хотите на 10 уровень, а свободки нет. Ну, 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 вот понимаете, это вот, это вот как вы представляете себе, что вот, я не знаю, там, на полке лежит очень вкусное печенье, а у вас нет рук. Ну, вот, приблизительно так же получается, то есть, вот, и 256 ты при этом наносишь. Вообще просто супер. Это настолько имбовая машина. Я не знаю, ребят, что я плохого сделал тем ребятам, которые попросили меня снять обзор на Т95. Друзья, вот, те, которые просили, если вы, если вы под этим видео не напишите мне, ой, спасибо тебе большое, ГСНчик, за то, что ты заснял обзор на то, что мы просили. Ну, а желательно еще и попросить прощения за то, что заставили меня самобичеванием заниматься, да, то есть, это даже не самобичевание, это какое-то самолинчевание, я бы сказал. Но, ребят, я обижусь, серьезно, если вот таких вот комментов я от вас не прочитаю. Ладно, если серьезно, каждая машина в игре, она достойна того, чтобы на нее сделали обзор. Будь то десятка или будь то песок первого уровня, не имеет значения абсолютно. Я вам скажу так. Данная машина абсолютно не предназначена для того, чтобы на ней рваться вперед в бой. Не потому, что она этот бой не выдержит, а потому, что вы туда просто элементарно не доедете. Ну, вот, давайте будем объективными. Машина не создана для того, чтобы на ней передвигаться. Она создана для того, чтобы стоять просто где-то и вот просто стоять. Стоять как монолит. Я сейчас, конечно, попытаюсь там куда-то подтянуться, потому что, ребята, ну, противники, они уже, видите, что натворили. Уже перебрали всех, кого можно перебрать. Ну, вот, броня. Вопросов нет, броня, но, видите, броня бронерозень, потому что броня вот сейчас только что была пробита. И пробита она довольно существенно. Так, ну что, вот. Окей, не успел я начать ехать. Даже не знаю, что мне бедненькому делать. Я, наверное, вот так вот встану и просто, я так понимаю, АФК, тогда надо отъезжать отсюда, потому что обзор получается, ну, не совсем правильный. Но отъехать на нем, это опять-таки очень громкие слова. Я лучше тогда в АФК поотбрасываю. Посмотрим хотя бы, что мне дадут за это. Так, ну, вот разворот, да, вот мы разворачиваемся, разворачиваемся, мы все, мы все продолжаем разворачиваться. Так, наконец-то мы развернулись. Я надеюсь, что Йох не начнет уезжать от меня. Йох, постой на месте. Вот зачем ты это делаешь вот сейчас? Есть пробитие. Вот очень хорошо. Теперь давайте ехать на него дальше. Чем ближе я к нему подъеду, тем меньше у него шансов. Есть пробитие. Да, конечно, ребят, по поводу брони, ну, монолит монолитом, а кепки еще никто не отменял. Досматриваем бой, я не буду сейчас комментировать, куда нас там пробивали, сами все видите. Сейчас посмотрим просто на результаты боя по количеству нанесенного урона. Но, опять-таки, там надо будет сделать скидочку на то, что я откидывал в АФК. Я заговорился, был уверен в том, что там ВК-шка типа двигалась как-то, да, там башенка мне показалась, что вроде бы поворачивал вправо-влево, но оказалось, что АФК-шный был. И несколько шотов вместе с поджогом я в него кинул, ну, просто в стоячего, да, такого бедолагу, который мне ничем ответить не может. То есть просто на фарт пришелся определенный там кусочек урона. Итак, 3690. Я думаю, что можно смело косарь отбросить 2690 честных, да, там нанесенного урона. При этом мы в минусе, в нашей команде мы по урону на первом месте. Но, опять-таки, мы накосили этот урон не потому что, а потому что в АФК еще неплохо отбрасывали. Итак, ребят, давайте теперь меняем. Берем себе вот этот вот двигатель, берем себе вот эту вот пушку. Я сейчас, как я люблю говорить, накину голды от балды, для того, чтобы просто не с пустыми руками в бой заехать. Ну и давайте попробуем, что будет, если она будет более динамичная, да. Ну, согласитесь, 14 это вам не 2. Это действительно намного динамичней. В процентном соотношении это в процентах получается где-то приблизительно, ну, до хрена, короче говоря. Итак, сейчас посмотрим, что машинка сможет в этом бою. Куда на ней ехать, я, честно говоря, ума не приложу. Потому что ехать на линию СТ, мне кажется, самое рациональное. Главное, чтобы там кто-то был. Но, опять-таки, на эту линию, ну, туда никто не поехал. Самому переться туда даже не знаю, стоит, не стоит. Наверное, попрусь. Вот, знаете, ребят, ради интереса, все-таки я же монолит. Я же все-таки бронированный. Я же сейчас как подъеду туда на горку где-то минут за 30. Ну, и там, соответственно, начну всех разносить. Так, что мы имеем? 8,3 секунды время перезарядки увеличилось. Это не очень приятно. Но увеличился и ДПМчик, и увеличилась альфа. Поэтому я думаю, что должно быть плюс-минус одинаково ровно. Ну, и опять-таки вопрос по поводу жизни данной машины в бою. Время перезарядки. Вот я уверен, что время перезарядки на этой машине пережить будет не настолько вам сложно, как на многих других машинах. Вот сейчас ребята будут очень удивлены. Они сразу остановились, поняли, что какая-то фигня происходит. Но кто из них не дурак, а мне кажется, что это будет как раз вот этот вот товарищ, они сейчас начнут заезжать ко мне в борт. Потому что по-другому они со мной просто справиться не смогут. Загуслили. Им очень сильно повезло. Но прям совсем повезло. Так, я, к сожалению, использовал ремку. Но, короче говоря, вся монолитность, она стирается, как только вы заходите куда-то, где становитесь боком. И всё, привет, ребят. Приплыли, поездили. Я даже на горку подняться на нём не успел. Ну вот что на этой машине можно делать в бою? Разве что стоять у себя на респе и отбрасывать просто по тем, кто наконец-то засветился. Да главное, чтобы ещё и с картой повезло. И главное, чтобы ещё и ребята там устояли на фланге, на которой вы сводитесь. Потому что если они не устоят, то к вам приедут и с вами случится вот такое вот. И машинка абсолютно неживучая, когда вы остаётесь сами один на один с врагами. И вообще не имеет значения, сколько этих врагов. Очень хорошо, если вы где-то на очень большой площадке, на которой вы можете поворачиваться. И у вас открыт топовый двигатель, за который вам надо отдать там, по-моему, в районе до 30-ки опыта. Короче говоря, ребят, не буду досматривать результаты боя. Свою миссию я выполнил. Я показал эту машину, как она играется в среднестатистических руках обычного игрока. Который не скилловый, который просто как бы не видит смысла вот вываливать вот это вот всё. Брать себе, чтобы получить аж 18 километров сред духи скорости. При том, что здесь будет там 13-14. Покупать себе пушку, которая там с ДПМом 2.5. Да, окей, с хорошим пробитием. С очень хорошей альфой. Но плюс ещё время перезарядки. Ну, это, простите, время перезарядки. Да, вот не туда показал. Бешеная просто становится. Короче говоря, эта машина, вот в какой комплектации её не возьми, мне лично она не заходит. Заходит ли она вам? Напишите в комментариях, у кого она в ангаре есть. И кто считает, что эта машина фановая. Если да, напишите, в чём именно. Ну, а я своё дело сделал. Жду ваших комментов, жду ваших подписок по жёлтому шильдику в правом нижнем углу. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. У кого есть возможность, поддерживайте развитие канала финансово. В описании есть ссылочки для того, чтобы задонатить. Спасибо большое за просмотр. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия.